Наталья Владимировна, вы уже не первый раз в зоне СВО. По сути, больше года назад вы впервые сюда приехали. Сейчас уже какая, наверное, третья-четвертая поездка. Вы сказали, что проезжали как раз Мариуполь, были там. Вот порадовались за жителей города. Просто вот эти кадры новых микрорайонов, где был президент. И вот я просто тоже следил в Киеве, в Львове. Там сначала писали, что это фейк, что никаких микрорайонов нет. Потом, что Путина там не было. А вот вы вживую это все увидели. Какие эмоции? Это правда, я уже сказала. Это реализованный проект. И, может быть, кто-то думал, что это невозможно. Но тогда, когда вместе профессионально выработанное решение, и без оговорок выполненное, без оговорок выполненное, вот это результат. Я, например, еще раз подумала о том, что человеку все по плечу. И важно четко формулировать задачу. И как это делает наш президент. Четко, конкретно. Вот это тогда-то и вот так. И все. Наше дело повернуться и сделать. Вот не подвести. Ну, вот вы видите, как меняется эта территория. Да, конечно. Безусловно. И самое важное даже, или не только то, что дороги ремонтируются, приводятся в стандартное состояние. Дома, жилье. Вот вчера на Мариуполе тоже были. Город преображается. Просто видела его буквально первые недели после освобождения. И сейчас совершенно другое место на земле стало. К сожалению, макеевка наша подвергается. Мешком, с завидной регулярностью. Просто как будто бы личная ненависть у кого-то, к людям, которые там живут. Для каждого человека важна надежность, какие-то гарантии, какая-то стабильность в хорошем смысле слова. Тех условий, которые нужны для развития, например, каждого человека. Вот. Поэтому, да, меняется. Тут важно еще именно настроение, еще раз повторюсь, и отношение людей к родине, к месту, которое они называют и считают своей родиной. Только что вы познакомились с девушкой одной, которая руководит центром для развития молодежи. И совершенно очевидно, что по-хорошему заряженная молодая девушка сама и команду свою ведет. получила сейчас она информацию о том, что их проект получил грант, все 2 миллиона рублей. Мы с вами помогали, сделали все для того, чтобы упаковать этот проект, представить его на конкурсной комиссии. И таким образом еще по содержанию исполнители, но еще и оформлены таким образом, что конкурсная комиссия не смогла отказать и приняла решение об этом гранте. И теперь проект будет реализован еще и с участием федерального гранта. Это отношение, это вовлеченность, это ответственность за свою родину. Это то, что трудно не поймать. И такое по-хорошему впечатляет, когда встречаешься с такими фактами. Кстати, в Макеевке передавали сотрудники библиотечной системы вам большую благодарность. Они тоже выиграли грант на обновление оборудования, на интерактивные доски. Там видно было, что библиотеки остались в далеких начала, наверное, 90-х годов. И сейчас они так воодушевлены, что смогут по-новому оказывать свои услуги, работать с детьми, с пенсионерами. Это правда, да, я знакома с этим коллективом. Он очень такой заряженный на выполнение своей миссии. Именно так люди относятся к своей работе. И ценят каждый экземпляр новой книги в фонды библиотеки. У вас в поездке было много встреч с военнослужащими. Но как бы там ни говорили, все-таки это зона специальной военной операции. И вот почему вам важно было с ними поговорить именно здесь? Ведь вы с ними встречаетесь и в Ханты-Мансийске, и в Сургуте, постоянно на связи с теми, кто приезжает в отпуска с их семьями. Они на работе, и поэтому для них это важно. Поэтому это не может быть... Не могу я быть в этом смысле, в этой ситуации равнодушной или пренебречь. Все-таки для вас лично, не как государственного деятеля. Это исключительно как лично, для меня лично. Кому приветы они просили передать? Ой, начиная от годовалого, скоро годовалого малыша, каждый в своей семье, родным, близким, женам, детям, мамам, папам. Так получилось, что вот Югра стала лидером по помощи территориям России, которые вот вошли в состав нашей страны. Вот на ваш взгляд, почему именно Югра возглавила это все? И ведь это признано не только теми людьми, которые живут здесь. Даже в Уральском федеральном округе все отмечают, что когда нужно помочь людям, которые здесь, то можно связаться с Югрой, и такая помощь будет обеспечена. Почему Югра? Потому что югорчане. Я знаю этот проект и сопровождала его, указывала поддержку с 2014 года. И это земля, и это семья, и это колоссальный опыт. При этом мы создали возможности для обучения людей, оказывать помощь нужно профессионально. Поэтому тоже надо учиться. Мы это делаем регулярно, открытые для всех других гуманитарных миссий, волонтерских объединений в этом отношении. И сам наш гуманитарный корпус тоже открыт. Вы можете быть гражданином даже любой другой страны, если вы разделяете уставные наши подходы. Человек с добрым сердцем, умелыми руками, совестливый, то добро пожаловать. О чем говорили с военнослужащими? Что, может быть, они просили вас? На что обратить внимание? Это все из того, что сопровождает их работу, и мою, в том числе, правительство автономного округа, и наше общественное объединение, гражданское общество, все белое житейское, все нам по плечу. Наталья Владимировна, завтра снова у вас рабочие будни, опять, наверное, там с самого утра. Вот с каким настроением проснетесь? Рабочие. Редактор субтитров А.Семкин